Доброе утро! Сегодня у нас в гостях в рубрике «Человек труда» первый доктор философских наук Республики Тыва, заслуженный деятель науки Республики Тыва, ректор Тувинского государственного университета, российский религиовед, философ и государственный деятель, Комушку Ольга Матпаевна. Здравствуйте! Здравствуйте! Как день у вас начался? Ну как? Как обычно, сегодня все-таки не рабочий день, поэтому у меня были дела и домашние, потом были дела общественные, потом заехала на работу, потому что как-то так, сами понимаете, хозяйство большое в университете, поэтому надо за всем все-таки посматривать. В рамках обычного рабочего дня уложиться не получается? Никогда не получается. Всегда немножко завидовала людям, у которых вот там в 5 часов, ну максимум в 6 часов все заканчивалось. У меня после 6 иногда все только начинается. И продолжается до которого часа? Ну, чаще до 8-9, и это хорошо, но бывает попозже. Ольга Матпаевна, вы родились и воспитывались в семье математиков Зои Васильевны и Матпа Самбуевича Хомушку. Как получилось, что в семье математиков вырос философ? Ну, вы знаете, на самом деле у нас очень интересная семья была, потому что, да, по образованию и папа и мама математики, но как-то так вот получилось, что папа в довольно молодом возрасте был приглашен на, сейчас это называется, государственную службу. Вот. Он сначала работал инспектором Аблано, а потом он стал министром культуры. И на самом деле, ну не знаю, насколько это так, сами понимаете, при этом не присутствовало, но говорят, что тогдашний министр культуры Фурцева, его называла самым молодым и самым красивым министром. Не знаю. Ну, как-то вот, поскольку папа был человек творческий, он занимался, кроме всего прочего, переводами, прекрасно играл в шахматы, в общем, много у него талантов было, и поэтому, наверное, у нас в семье была такая достаточно творческая атмосфера. Кстати, я в школе участвовала во многих олимпиадах по математике, но потом где-то в старших классах поняла, что мне все-таки больше интересны гуманитарные предметы. Что в школе больше всего с гуманитарных предметов заинтересовало? История. История. Я даже одно время хотела поступать на исторический факультет, но потом как-то так отдала предпочтение даже не столько именно философии, сколько направлению. Тогда говорили не религиоведение, а тогда история теории научного атеизма. Вот мне было это очень интересно, поэтому я когда пришла на философский факультет МГУ, вот я уже примерно предполагала, что я буду заниматься именно этими вопросами, да. Губернаторский проект в каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием. Можете прокомментировать, сколько ребят сейчас на данный момент участвует в этом проекте, как он развивается? Вы знаете, это вообще очень интересно, и не побоюсь этого слова, это не шаблон, это реально, это уникальный проект. Представьте, в 2014 году он заработал, и, собственно говоря, с этого года, с того года, с 2014, наш университет является активным участником этого проекта. Фактически это шанс для тех ребят, у которых в семье никто никогда не имел высшего образования. И, собственно говоря, значит, вот по направлениям кожунных администраций, и, значит, каких-то других, значит, вот, организаций, значит, ребята, имеющие отношение к этому проекту, имеют право, это фактически целевые уже места, направления, вот имеют право поступить. И, естественно, значит, с того момента, когда они поступают к нам, к нам в университет, я говорю сейчас о Тувинском государственном университете, мы так очень аккуратно их сопровождаем под до выпуска. В прошлом году был первый выпуск, был очень неплохой выпуск. Первый, значит, вот набор у нас в 2014 году был, когда по этому проекту мы взяли где-то чуть больше 80 ребят. Ну, закончили не все, потому что кто-то ушел в декрет, кто-то, значит, кому-то показало, что та специальность, которую он выбрал, не совсем интересна, они поступали по-новому. Но я хочу сказать, что на самом деле вот те ребята, которые закончили, практически все трудоустроились, и, в принципе, они очень довольны. Часть из них поступила в магистратуру, то есть они продолжили учебу. В этом году мы также продолжаем работать по этому проекту. В настоящее время в университете, только в нашем университете, обучается более 400 ребят по данному проекту. На всех факультетах и на всех курсах. И я еще раз повторю, это действительно очень здорово. Потому что я реально вижу, и сами ребята, я со многими с ними и разговаривала, и так общалась, и встречалась. Они говорят, что да, действительно, я фактически вот тот, на кого в семье возлагают очень большие надежды. И это правда. В каком соотношении больше специальности выбирают? Гуманитарные или технические? Чему больше предпочтения абитуриенты дают именно вот по проекту в каждой семье имени одного ребенка с высшим образованием? А вы знаете, я бы так сказала. Вот если говорить только об этом проекте, то там такого особого предпочтения нет. То есть и гуманитариев достаточно много, вместе с тем достаточно много инженеров. Все-таки вот это понимание того, что за техническими направлениями будущее, оно постепенно к ребятам-то тоже приходит. Конечно, до сих пор у нас большой спрос на юридические, экономические специальности, это имеет место быть. А тем не менее возрастает интерес к специальностям инженерным. Причем это не только по этому проекту, это я могу сказать и по общему набору, да, и по, значит, вот, по другим целевым местам. То есть к инженерным специальностям сейчас отношения, то есть люди относятся, абитуриенты относятся с большим интересом, отношения уже несколько иное. Как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, это вот как раз связано с тем, что все-таки имеет место быть перспективы развития, в том числе и в нашей республике. Вот можно что угодно говорить, что когда будет эта железная дорога и целесообразно ли ее строить. Но хотим мы этого или не хотим, ну, прогресс нас уже не слушается. Хотим мы этого или не хотим, мы все сейчас пользуемся и гаджетами, и смартфонами. И сейчас, извините, зайдешь в обычную поликлинику, там сидят в очереди бабушки. Они ведь не разговаривают друг с другом, они все сидят в телефонах. Они общаются там с внуками, с дочками и так далее. Ну, любая бабушка знает, да, как набрать номер, что сделать и так далее. Они в соцсетях общаются. Поэтому это время. Прогресс не остановить. Никуда не денешься от этого. С 2017 года, в День знаний, который будет, кстати, не так уж и далеко до этого момента, осталось буквально вот несколько дней, первокурсники Тувинского государственного университета возложили цветы к памятнику первым русским учителям. Данная традиция имела и продолжение в 2018 году. И в этом учебном году, я так понимаю, будет тоже. Да, вы знаете, мы первый раз это сделали в 2017 году. И нам показалось, что эту традицию нужно сохранить. Потому что на самом деле это очень важно, чтобы наши студенты, которые пришли к нам в университет, речь идет в данном случае о студентах, которые занимаются по направлению педагогическое образование. То есть это будущие учителя. Чтобы они реально видели, что профессия учителя, как была в свое время, очень важной и значимой. Особенно, вот обратите внимание, в Тувинском обществе есть две профессии, где можно обращаться не по имени-отчеству, можно просто сказать Башкэ, можно просто сказать МЧИ. И это будет уже очень большое уважение. Поэтому вот я думаю, что правильно, что мы воспитываем в наших будущих учителях уважение к собственной профессии и к тому, что они делают. Потому что это действительно очень важно и значимо. Поддерживаю полностью вас. Какие еще мероприятия проводятся в Тувинском государственном университете? Именно в поддержку учителей, возможно абитуриентов, самих учащихся. Какие-то совместные мероприятия, возможно, по укреплению, ну, назовем это имиджем образования. Вы знаете как, на самом деле то, что Тувинский государственный университет, единственный ВОЗ в нашей республике, это и плюс нам, и определенный минус. Определенный минус заключается в том, что не с кем конкурировать. Вот. Приходится конкурировать с ВОЗами соседних регионов. И тут зачастую нам говорят, что ну как же, вот мы здесь, периферия, да, определенная какая-то ограниченная ситуация. С другой стороны, мы реально понимаем, что мы несем на себе ответственности за то, что происходит здесь. И поскольку, поскольку, как мы уже с вами сказали, прогресс не остановить, на самом деле сейчас ведь, обратите внимание, даже работать можно удаленно. А какие-то маркетинговые, менеджерские вещи можно делать, да, через интернет и так далее. Многие сетевые компании только так, собственно говоря, и выдвигаются вперед, и процветают. И неважно, где ты находишься, если у тебя есть голова на плечах, если есть мозги, ты можешь очень крупную фирму организовать, ну, хоть, извините, на Северном полюсе. Вот. И поэтому, на самом деле, наш университет, несмотря на нашу, с одной стороны, может быть, некоторую вот такую удаленность, мы очень активно принимаем участие во всех событиях, которые имеют место быть и, значит, на территории российского научно-образовательного пространства, на территории международного пространства. Наши студенты очень активно принимают участие, привозят призовые, первые места, участвуют в различных научных конференциях, олимпиадах, причем не только, естественно, научно-образовательного профиля, но и спортивного, и культурно-массового. И, естественно, участие наших студентов в жизни республики тоже для нас очень важно и значимо. Вот. Я горжусь тем, что последние годы мы приняли активное участие в возрождении молодежного сквера, который сейчас по праву называется молодежным парком. И ведь здесь очень интересная история. В свое время, где-то в 70-е годы, комсомольцы и молодежь того периода времени, значит, вот этот сквер, что называется, основали. Потом, как вы сами все помните, 90-е годы, годы перестройки, в общем, от сквера-то практически ничего не осталось. И вот три года назад это было, в общем-то, идеей главы нашей республики Шабана Валерьевича Караова. И мы очень активно подхватили это. И потом были разные проекты, в том числе проекты формирования комфортной городской среды. Фактически наши студенты и преподаватели с первых дней развития этого проекта приняли активное участие. Какое количество тонн мусора мы вывезли, это, как говорится, останется в истории. Даже неоднократно в сне озвучивалось. Ну, вы сами понимаете. Плюс ко всему, мы понимали, что этого мало, нужно посадить новое количество деревьев. Мы этим и занимались несколько лет. Только в прошлом году мы посадили более 200 разных саженцев. Привозили мы специально из питомника Минусинска, с Алтая. Практически все прижились. Будем подсаживать и дальше. Очень много там интересных, красивых уголков в молодежном парке. И я реально вижу, что теперь уже туда подъезжают молодые пары и пожилые люди уже практически из других концов города. И на самом деле мне очень нравится, что вот это как бы, знаете, такая идея заразительная. То есть появились аналогичные скверики, значит, на горе, да, в других частях города. Я думаю, что это правильно. И на самом деле, когда наша молодежь активно принимает участие в таких мероприятиях, я думаю, это здорово. Молодежь у нас легкая на подъем? Это вы знаете, молодежь у нас, с одной стороны, замечательная, с другой стороны, она совсем другая. Иногда она не очень легкая на подъем, но с другой стороны, она достаточно креативная. И вот это радует, потому что на самом деле, когда предлагаешь иногда одну идею, потом видишь, как она развивается дальше. Ну, причем иногда молодежь сама приходит и говорит, давайте мы сделаем вот так. Я говорю, а сможете? Сможем. Я говорю, ну давайте, мы будем помогать. И вот это, конечно, радует. Радует и то, что наши выпускники приходят к нам и говорят, что, значит, вот, а мы работаем там-то. Многие из них уже и в других городах, в Абакане, в Санкт-Петербурге, в Москве. Приезжают, рассказывают о себе. Я радуюсь. За успехом своих воспитанников смотрите? Да, обязательно. Как это происходит? Ну, вы знаете как, знаете, у каждого, я в данном случае как преподаватель, наверное, у каждого есть, наверное, те студенты, которые когда-то вот чем-то поразили, на что-то я обратила внимание. Я в свое время, когда только преподавала, вот, сейчас я тоже преподаю, но, конечно, времени уже меньше и преподаю не в том объеме. Но в свое время, когда я преподавала культурологию на нескольких факультетах, вот, мне казалось, что времени, которое имеет место быть на семинарах и на лекциях, его мало. И так получилось, у меня была одна очень сильная группа на одном из факультетов, и я предложила, говорю, может, мы в КВН сыграем? Они согласились. И мы сыграли тогда первый раз в КВН между одним факультетом и другим. Вот, а потом так получилось, что я с этой группой, с этим курсом работала несколько лет. То есть, вначале я им читала историю мировой культуры, потом у нас была история культуры, история российской культуры, и завершили. То есть, это вот такая была программа. А, значит, мы история культуры Тувы. И вот мы первый год сыграли в КВН с другим факультетом. Второй год мы устроили колесо истории культуры уже внутри этого одного курса. А третий год мы устроили, значит, как бы мы условно назвали, три, значит, как бы три мешка игр. Вот, и мы уже по туинской культуре сыграли. Ребята были очень интересные. Вот вы представьте, как можно изобразить людьми сад камней. Они изобразили. И как же это выглядело? Ну, кто-то сел, кто-то встал, кто-то еще что-то. Но это был реальный сад камней. Вот. И вы знаете, я вот за этим курсом как раз немножко слежу, насколько это возможно. Они все успешные. Кто-то... Очень многие защитили кандидатские диссертации. И работают уже даже не в Туве, но кто-то и в Туве, а кто-то уже за пределами республики. Вот. И директора школы с них вышли. И один замминистра в Хакасии работает, значит, наш выпускник-парень. Вот. И очень хорошие учителя-преподаватели. Поэтому вот это был очень такой мой любимый курс. Я до сих пор их вспоминаю. Вот. Потом были другие ребята. Тоже интересные. И многие из них тоже периодически дают о себе знать. И видишь, как они продвинулись, как они изменились. Но самое главное, насколько действительно вот те знания, которые мы им дали, они им нужны и сейчас. Это здорово. Вот по поводу знаний. Существует утверждение, что человек, поступая в учебное учреждение, проходя обучение, успешно его заканчивая, а там через 5-6 лет, выходя уже, скажем так, в открытый мир в жизнь и пытаясь трудоустроиться, сталкивается с тем, что какие-то определенные знания, полученные им в ходе обучения, уже к этому моменту устарели. Это так или нет? Можете как-то прокомментировать? Вы знаете, вот вы сейчас говорили, я вспомнила одну юмористку Аркадия Райкина. Я не знаю, насколько вы знаете. Я знаю, кто такой Райкин. Нет. Я понимаю, что вы это знаете. Там, знаете, он пародировал ситуацию того периода времени, представьте, когда было, и там примерно такая ситуация. Значит, в институте говорят, забудьте все, чему вас учили в школе, это все устарело, это все неправильно. Мы сейчас вам дадим новое знание. После института выпускник приходит на работу, ему говорят, забудьте все, чему вас учили в институте, сейчас все совсем другое, и вам все пригодится по-другому. Вы знаете, в какой-то степени вы правы, потому что на самом деле настолько сейчас совсем другие ритмы. Я бы немножко единственное по-другому сформулировала, не знание устаревает. Знание-то никогда не устаревает, и я знаю, что многие, скажем так, учебники, которые писались даже в 70-е годы, допустим, связанные с математикой или с физикой, они актуальны и сейчас. Другой вопрос, что, наверное, в большей степени современную молодежь надо не только пичкать теми знаниями, которые актуальны, но и учить получать новые знания. То есть, понимаете, если молодой человек овладеет алгоритмом получения этих знаний, то ему уже будет не страшно, да, значит, вот двигаться дальше. Он должен понимать, как это делать. Он должен вот эти все знания уметь структурировать и анализировать то, что он знает. Можно иметь набор знаний, но не знать, как их совместить друг с другом. Или как применить. Или как применить, совершенно верно. И вот если у него будет на вооружении вот эта технология или этот алгоритм, как это применить, если мы его научим анализировать, я думаю, что он не пропадет нигде. Это к вопросу о том, вы когда спросили, почему в семье математиков, да, поучились другие дети. Ну вот, значит, нас учили не только математики, а что-то еще. Не только складывать и вычитать. С 2014 года вы ректор Тувинского государственного университета. А в 2016 году были награждены медалью Республики Тыва за доблестный труд. В такой сфере, как образование, что для вас самое важное в профессии и что самое сложное? Ну, мне кажется, самое важное, я всегда говорю всем, что самый главный человек в университете – это студент. И по большому счету самое важное не просто выпустить человека с дипломом, а выпустить, простите за банальность, хорошего человека с дипломом. Да, он должен быть хорошим специалистом, но он при этом все-таки должен быть и хорошим человеком. Мне кажется, вот это самое главное. Потому что, вы сами понимаете, можно увлечься цифровизацией, и это нужно. Можно увлечься какими-то новыми технологиями, это тоже правильно. Но, вы сами понимаете, ни один самый замечательный компьютерный мозг не заменит креативность логического мышления человека. Опять же, тоже вспомните классический вопрос, который задали, когда только компьютеры стали зарождаться, да, и машине задали вопрос – самое радикальное средство от перхоти. Вы помните, что машина выдала? Или не знаете? Ну, это классика же. Задали вопрос – самое радикальное средство от перхоти. Машина ответила – гильотина. Она была права. Ну да. Но вы сами понимаете, никто из нас не захочет использовать это радикальное средство. Ну, это как и самое лучшее средство от головной боли, да? Наверное, да. Вот, поэтому, понимаете, на самом деле, вот, уникальность человеческого мышления, человеческих эмоций, человеческих чувств в том и заключается, что мы действительно вот можем быть разными, но при этом мы должны оставаться людьми. А самая сложность в работе? Самое сложное? Самое сложное все успевать. Вот иногда действительно жалко, что в сутках всего 24 часа, вот, поэтому все-таки на самом деле, да, конечно, я ректор, но вообще-то я еще ученый, поэтому мне очень нравится то направление научных исследований, которыми я занималась, занимаюсь и, надеюсь, еще буду заниматься. Сейчас на это меньше времени, раньше было больше времени. Я руководила разными грантами, у меня были разные, в том числе и научные группы, с молодежью, со своими коллегами. Сейчас на это, опять же, повторюсь, меньше времени, но, тем не менее, вот, не всегда вот это направление религии, религиозное верование, а то, как это происходит, то, каким образом, значит, вот, человек увлекается тем или другим, мне это всегда было интересно. Более того, очень интересны, допустим, параллели уже существующих традиционных религий, допустим, того же буддизма и западноевропейской философии. Знаете, что, например, на Артура Шопенгауэра повлияли высказывания различных буддийских философов? Нет. И это есть в его трудах. Занимаясь настолько плотно, настолько профессионально философией, изучением религии, для себя какие-то ответы нашли на вопросы, которые не могли дать до этого ответа? В принципе, да. Ну, вы знаете, на самом деле здесь, я бы так сказала, чем больше что-то изучаешь, тем больше ощущение, что ты практически ничего не знаешь. Ну, я знаю только то, что ничего не знаю. И остается только самосовершенствоваться. Ну, при этом, понимаете, получаешь определенный, как говорит молодежь, определенный кайф, когда что-то вдруг к тебе немножко открылось. Это действительно здорово. Очень рад, что нашли время в таком безумном плотном графике прийти к нам на эфир, который, к сожалению, подходит к концу. И хочется услышать от вас пожелания нашим радиослушателям. Ну, я хочу пожелать всем нашим радиослушателям, прежде всего, веры в себя, желание что-то сделать в этой жизни. Потому что на самом деле все зависит от вас самих. Я ректором не родилась. Я родилась, как все-таки это банально опять же звучит, я родилась в обычной семье. Действительно, изначально мои родители были простыми математиками. Познакомились они, кстати говоря, в школе номер два города Козыла. Вот, мама приехала по распределению, папа тоже после вузов. А мама там преподавала, насколько мне известно. Они оба в один год по окончанию вузов. Папа закончил Абаканский педагогический институт, а мама Кировский, мама вообще из Кировской области. Вот они познакомились там. Поэтому на самом деле у нас в семье было все всегда очень просто. Но очень такая была креативная атмосфера. Мы писали друг другу какие-то шутливые высказывания, даже что-то типа стихов. Мы писали газеты, делали газеты к днём рождения. И опять потрудивали. У каждого в семье были какие-то смешные прозвища. И, собственно говоря, я могу сказать, что родители, что дали мне в жизни, это образование хорошее. И то, что я видела, что они всю жизнь работают. Вот эти два качества, наверное, они должны в каждом человеке быть. И дальше уже, в принципе, всё получится. Поэтому я всем желаю действительно веры в себя, уверенности в том, что всё получится, понимание того, что всё, что не происходит с нами, зависит в первую очередь от нас. Чистота на улицах, в подъездах, это всё-таки не правительство за это отвечает, а мы с вами. Другой вопрос, что в чём-то, я думаю, мы опять же тоже можем идти вместе и с другими структурами, и помогать друг другу. Поэтому всем желаю добра, удачи, и всего самого хорошего. Спасибо большое. У нас в гостях был ректор Государственного Туинецкого университета Хмушку Ольга Матпаевна. Мы всем желаем хорошего дня, и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова